Российских войск в Крыму нет абсолютно. Это заявление Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который назвал чушью и провокацией видео и фото военной техники с российскими номерными знаками. Откуда на полуострове современные броневики Рысь и Тигр, глава российского ведомства понятия не имеет. Напомню, что накануне президент России высказался в том же духе. Люди, похожие на российских военных, это отряды самообороны, которые могли приобрести форму в любом местном военном магазине. Выбор остается за зрителем. Верить своим глазам или этим словам? Рассказывает Елена Мещерякова. Утро красит триколором крышу крымского парламента. До референдума по статусу полуострова осталось 25 дней. А лучше бы он состоялся сегодня. Мало ли что. Российских военных, если верить президенту Путину и министру Шойгу, в Крыму не было и нет. А заграничные гости из ООН и ОБСЕ вдруг зачастили. Самое главное наше пожелание всем гражданам Крыма – оставаться в безопасности. Второе – мы требуем убрать руки прочь от средств массовой информации, руки прочь от журналистов. Правоохранительные органы должны убедиться, что прессе ничего не угрожает. Мнение представительницы ОБСЕ о свободе СМИ может не совпадать с мнением редакции газеты «Вести», которую здесь на каждом углу раздают бесплатно. Или с чаяниями отчаянных крымчанок, которые встретили нежеланную гостью самодельной каллиграфией и искренней истерикой. Им скрывать нечего. А вот местная журналистка, с которой мы связались по телефону, попросила ее имя не называть. Она не из большинства. Ей страшно. Вот еще раз повторюсь, бандеровцы и фашисты. Вот в каждом работники СМИ, либо в человеке, у которого не повязана на рукаве георгиевская лента, либо российский флаг, они видят уже все. Просто махровывал бандеровцы и готовы убить рабочимого города. На Восточно-Украинском фронте пока спокойно идут пропагандистские бои. По версии российской прессы, народные дружинники охраняют стратегические объекты от фашистов и бандеровцев. По заявлениям Украинской, русские без опознавательных знаков блокируют и разоружают военные базы суверенной страны. С записью интервью майора Айканова, командующего группой технической поддержки систем ПВО, возникли некоторые трудности. Брак по звуку. Наверное, случайность. И никаких ультиматумов. Хотя еще вчера это слово проскакивало даже в пресс-службе Черноморского флота. Сегодня информацию о принуждении менять присягу командование русского флота назвало слухом. Но корвет «Тернополь» и корабль «Славутич» окружены тремя российскими судами, как и раньше. Заблокированные украинские военные за территорию части не рискуют выходить. Патроны под замком, продовольствие на исходе. У заборов дежурят женщины с передачками. Тем временем в эфире одного из украинских каналов появляется видео с военного аэродрома у крымского города Саки. Четыре вертолета Ми-8 и еще три военных. Самолета спешно покидают взлетную полосу. Ключевые позиции опять занимают люди в военной форме без знаков отличия. Получается, украинские летчики бегут от неизвестных захватчиков. Таких сейчас в Крыму тысячи. А вы не местные? Местные. Вы украинцы? Мы? Да. Мы россияне. Крымским полковникам из Киева никто не пишет и не звонит. Хотя статус-кво, сложившийся в русском регионе Украины, вряд ли устраивает непризнанное им правительство страны. Юлия Тимошенко заявляет прямо, что не готова без помощи США и Европы решать крымский кризис. Я думаю, что сегодняшние переговоры относительно регулирования военного конфликта в Крыму не может возглавлять нынешнее правительство Украины. Это не только наше внутреннее дело. События, происходящие там, могут нарушить равновесие в глобальном мире. Именно поэтому переговоры с Путиным должны вести мировые лидеры. Крым под вопросом, но восток не сдадут. Ситуацию в Донецке, родном городе беглого президента, временная украинская власть взяла под свой контроль. Хотя и под угрозой взрыва. В половине девятого утра в милицию поступило сообщение, захваченное антимайдановцами здания администрации, заминировано. Около трехсот земляков Януковича, которые трое суток удерживали облсполком, вынуждены были эвакуироваться. Разминирование и заодно замена триколора на двух колор. Прошла с эксцессами, но бескровно. Елена Мещерякова, телекомпания «Артевяй».